Теперь я вам представляю модель трехканального сонара. Как он работает? Он работает так же, как и одноканальный сонар, только здесь мы использовали три ультразвуковых датчика. Не крону, а аккумулятор, от которого можно заряжать другие электрические приборы. И плату Arduino Nano, на которой записана программа, как и на одноканальном сонаре. Вот мы его включаем. И видим на спине уже вибродатчики. Почему мы использовали вибродатчики? Потому что звуковые датчики, они могут раздражать и окружающих, и человека, который его носит. Так же, если мы будем на одноканальном сонаре использовать наушники, то это может так же плохо повлиять на человека, который носит этот прибор. Так как мы знаем, что слепые люди, у них более остро ощущается звук в ушах. И обоняние так же, ну и так далее. А здесь мы использовали вибродатчики на спине. Потому что, почему на спине? Потому что на спине больше всего места, где можно расположить эти датчики. Сейчас мы видим, работают у нас датчики один крайний и два центральных. Первая линия, которую мы видим, которая выше всего, она показывает, когда перед человеком очень близко находятся препятствия. Средняя линия, когда препятствия находятся не так далеко от него. И последняя, это когда уже очень далеко. Также мы на датчики подвесили светодиодные лампочки, для того, чтобы мы видели, какой из датчиков работает. Итак, вот мы видим, сейчас работает два центральных датчика и один крайний. Это значит, что с левой стороны от человека, который его носит, очень далеко находятся препятствия. Посередине не так далеко. И справа тоже не так далеко находятся препятствия. Сейчас мы подходим. И вот у нас работают уже средние датчики. Это значит, что препятствия уже более близко. Подходим еще ближе и видим, что у нас начинает работать самые верхние датчики. Это значит, что препятствие находится прямо перед человеком. Все. Все.